Сегодня у нас в программе рубрика, которая заинтересует многих девушек. В ней обсуждаются тонкости макияжа и всего, что с ним связано. Да, я и думаю, что и мужчины тоже по достоинству оценят эту рубрику. Лен, ты уверена в этом? При чем здесь мужчины? Ну, уверена. Как при чем? Как тогда, дорогие мужчины поймут, насколько сложным и кропотливым бывает наведение красоты. Они перестанут огорчаться из-за опоздания женщин на свидание. Ведь мы стараемся быть красивыми для себя и для наших сильных мужчин тоже. Я немного знаком с гримировкой, однако театральный грим сейчас в основном не одно и то же, что майкап. Так ведь называется сейчас у вас? Правильно я сказала? Все правильно, да. Мейк, майкап, визаж. Раньше бабули говорили, наведу-ка я марафет. Было такое? Да, я, кстати, слышал такое выражение. Да и сегодня мы узнаем, как правильно делать демакияж. То есть, простыми словами, как правильно снимать косметику с лица, не травмируя кожу. Утро доброе! Сегодня я вас познакомлю с этапами правильного очищения кожи, то есть тот же самый демакияж. Первое, что вы должны сделать, это нанести на свою кожу гидрофильное масло и наносить его не один раз, а два. Следующий момент, что вы должны делать, это брать очищающий гель, пенку, либо лосьон. И только потом вы уже после этого можете приступать к основному своему уходу. То есть, тоник. Тоники бывают разные. Они бывают кислотные, они бывают для комбинированного типа кожи, они бывают для жирной кожи. То есть тот, который будет подходить именно вашему типу кожи. Следующее, вы наносите для себя уже какую-либо сыворотку, либо гиалуроновую какую-то сыворотку, либо коллагеновую. То, что вам комфортно. Это будет предэтап лучшей подготовки к вашему уходу. Следующий этап, вы наносите уже уходовый крем, ну и, соответственно, крем вокруг век. Так мы должны очищать свою кожу вечером. Также существует демакияж и утренний. Когда вы просыпаетесь, ваша кожа всю ночь работала. Это все-таки орган. И, соответственно, вы должны ее с утра также очистить. Что вы делаете утром? Вы делаете все то же самое, но убираете использование гидрофильного масла. С утра вы начинаете свое очищение также с геля, либо пенки. Вы очищающие также наносите тоник, также наносите какую-то сыворотку, крем. И дальше вы наносите уже полностью свой макияж. Нужно ли использовать профессиональные базы в макияже? Наверное, вы огорчитесь, но я вам скажу, что не обязательно. Потому что мы поговорили о правильных этапах демакияжа кожи и ухода. И, соответственно, если вы делаете все эти этапы правильно, ваша кожа будет хорошо подготовлена, и она хорошо выдержит любой макияж. Единственное, бывают моменты, если кожа у вас склонна к жирности. Тогда мы добавляем использование профбаз, который матирует центр лица. Не зря говорят, что залог хорошей кожи – это правильный уход. Побереги кожу сегодня, и завтра она скажет тебе спасибо. Желаю всем отличного настроения, прекрасного утра. Будьте всегда красивыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!